Во-первых, наше будущее уже давно все прописано, понятно, и все идет как по божественному плану. К нашему счастью, Россия находится у нас именно в самом выгодном положении, потому что в конечном счете придет к тому, что именно Россия является новым центром новой цивилизации, его так и называют новый золотой век, и мы вообще-то должны благодарить судьбу и всемышим, что он сделает так, оно так и будет, что наши дети будут еще жить в счастливом времени, когда наше государство будет являться центром культуры, центром развития, центром экономики и центром нормальных человеческих отношений внутри государства. А что нужно сейчас поменять, стоило бы поменять сейчас три основные вещи? Если бы была такая возможность у вас, в первую очередь что бы поменяли? Три основные вещи? Ну, дело в том, что процесс этот очень непростой, и он требует времени, возревания, поэтому, чтобы так сразу сейчас сменить, это не получится в любом случае. Но процесс идет положительный. Дай бог, чтобы наше государство еще более крепло, чтобы лидер нашего государства, в данном случае Владимир Владимирович Путин, нашел поддержку среди кадров, которые он себя окружает, чтобы они его курс, его политику поддерживали, и помогали ему, потому что, к сожалению, кадр вопрос, это самый трудный вопрос, потому что мы прошли через время, так сказать, демократии, а что это демократия? Это беспорядок и фактически узаконенное воровство. Вот что такое демократия. Поэтому сейчас надо уходить от всего этого и приводить к настоящему порядку, когда бы человек получал подостоинство, по работе, чтобы каждый имел свою работу, чтобы были условия созданы для семей. Но для этого нужно создать эти условия для общества, для людей, ну а для этого нужна хорошая, сильная команда. Я желаю, чтобы у нашего руководителя, у нашего государства была сильная, порядочная и честная команда.